Здравствуйте, уважаемые блогеры, блогеры из Перми, бывший сотрудник Федеральной службы безопасности, следственный работник Бессонов Алексей Ромборисович. Сегодня я бы хотел немножко поговорить об странном убийстве, покушении на убийстве генерала Шаманова. То есть странно, что ДТП с участием грузовика и так далее, попытаться с точки зрения права, с точки зрения особенностей расследования данной категории преступлений, посмотреть на эти факты в позиции следователя. Давайте посмотрим сначала, что предшествовало этому дорожному транспорту происшествию. Предшествовала ситуация, когда армия, недовольная реформами Свердюкова и теми сложными процессами, которые шли внутри армии и так далее, она уже в открытую выступила против Свердюкова. И инициатором выступления стали основные генералы десантных войск, которые, кстати, двое из них, кстати, я знаю, ехали вместе с Шамановом. То есть в данной ситуации очевидно было, что ноги, или голова, что называется, растет именно от, возможно, командующего военно-воздушными десантными войсками Шаманова. Как вариант. Дальше. Ну, вы понимаете, армия всегда была, есть, будет и останется под особым контролем со стороны государства, главы государства, со стороны спецслужб и работа контрразведки внутри армии, она в этом не заключается, в том, чтобы в том числе и отслеживать факты лояльного отношения армии к главе государства, к проводивой политике и избежать возможных заговоров. И советское руководство в советские годы всегда понимало, что угроза от армии переворотов, она есть, была и будет и существовала. То есть и никто никогда это не сбрасывал. Поэтому, когда Путин встал во главе государства, его позиция и его положение среди групп было настолько шатким, непрочным, что отчасти, так сказать, он был вынужден поставить на армию, но совершенно некомпетентного, но зато абсолютно преданного и лояльного человека в виде сердюков. Ну, вы помните 90-е годы, когда Роклин, ну, практически, он же и озвучивал, так сказать, позицию элиты военной, когда пытался, ну, давайте откровенно, пытался, в общем-то, в стране государственный переворот совершить. Да, то есть, так сказать, уже ездил по частям, он был в Целькомитете Думы и так далее. Да, то есть, и его такое странное убийство, якобы жена его убила, из пистолета застрелила. Ну, мы, конечно, поверили, в кавычках, и она была в дальнейшем оправдана. Но дело не в этом, значит, дело в том, что нелояльность армии, ее жесткое неприятие реформы Ельцина, Путина, она была очевидна. И убийство Роклина, по сути, показало, что кто в доме хозяина, кто убийца, кто заказчик, какая спецслужба. В стране их было огромное количество. Ельцина, не случайно, оперативные подразделения, раньше в СССР оперативной деятельностью занимались главным разрешением управления армией, КГБ, МВД, ну, там, структурные подразделения. То при Ельцинах же было огромное количество, и налоговая полиция там появилась, и МВД, и КГБ было разделено в федеральной службе охраны. То есть, практически там, я считал, 7 или 8 подразделений, которые проводили оперативную деятельность. Причем, более того, в каждом, в связи с уложением терроризма, в каждом управлении КГБ были созданы группы антитеррора. Для того, чтобы решить эту задачу, по ликвидации, скажем, да, для этого нужно создать группу. Группу прикрытия, это очень достаточно непростое мероприятие. И, в общем-то, вот, если раньше это можно было на базе 3 спецслужб создать, об этом, знаете, ручный круг людей. То есть, сегодня на базе 7 спецслужб можно было создать. Я знаю, что даже на базе налоговой полиции создавались, так сказать, подразделения, которые выполняли ряд специфических функций. Так вот, кто убил Рохлина? Я думаю, что это федеральная служба охраны президентов, ФСО. Не случайно Ельцин вывел отдельную ее структуру, Кожаков возглавил, припочинил прямо себе. Я думаю, что это дело рук их, их публики, они убили, это мое мнение. То же самое сегодня. Сегодня кто стоит за этим покушением? Я считаю, что стоит главный взгляд управления армии, ведомство Свердникова. Можно говорить, и сейчас вот журналисты, которые будут писать об этом деле, посмотрите личность водителя. Если он устроился на работу в предприятии за 2 недели, там, еще где-то, и так далее, то, скорее всего, возможно, это и был сотрудник, которого потом будут выводить. То есть он не будет отбывать наказание, как-то его выведут, умрет, скоропостижную справку выведут в СИЗО и так далее. То есть, ну, тут вариантов различных. Но учитывая, что качество подготовки оперативного состава во всех подразделениях очень низкое, и люди не в состоянии выполнять, так сказать, что называется, без сучка и задоринка такие мероприятия, это очень сложные мероприятия. Нужно легендировать, нужно, чтобы, так сказать, что называется, все рассосалось, комар не подточил. Сейчас этого уровня нет, поэтому, что называется, уши где-то должны торчать. И вот, как следственный работник, я предлагаю журналистам, кто будет писать и смотреть это мероприятие, посмотреть личность водителя. Если окажется, что он за 2 недели устроился в данное транспортное предприятие и так далее, то, возможно, что, так сказать, готовили и, возможно, что речь идет именно о покушении на убийство, что готовили ответ, ответку, называется, Шаманову. И в данном случае, я хочу сказать, что, к сожалению, вот это вот нравы власти, не только, кстати, научной власти, к сожалению, но вот это вот убийство, они конкурентов в той или иной степени заувалировали под ДТП, под смертью странной. Они были и есть всегда. Эти занимаются всегда спецслужбы. Поэтому не случайно, когда совершались странные смерти, происходила смерть, секретов-носителей, их всегда задействовали ГДБ, они проверяли, так сказать, на предмет, или когда происходили аварии на каких-то оборонных предприятиях, они проверяли возможности, в частности, спецслужб. Это работа. И я, допустим, что касается дороже-транспортного происшествия Шамановым, ну, вы знаете, по характеру, вот, все-таки это масса на легковой автомобиле, большая скорость, трещинное движение, характер ДТП-схемы, меня вызывают какие-то определенные вопросы. Я бы, как следственный работник, я бы не сбрасывал со счета, я так сказать, вот эту вот версию. Но, опять же, вы знаете, всегда есть какой-то определенный человеческий фактор, в любых ситуациях. Сегодня нет того следственного аппарата, которого бы нужно было, так сказать, нужно было, ну, скажем так, сейчас весь следственный аппарат управляем. Прикажут не копать, он не будет копать. Я, например, когда работал в той системе, я стал сразу персоной нон-гранта, когда заявил о причастности к подобным преступлениям сотрудников ФСБ, руководителей подразделений ФСБ, ну, и меня, естественно, положили в психушку, чтобы не проверять мои жалобы. Я занимал позицию по данной ситуации четкого. Вы преступники, есть законодательство, если не хватает ума его обходить, или не оставлять уши, вы должны сидеть в тюрьме. Но должна быть определенное следствие, которое, так сказать, что называется, должно копать и так далее. То есть, как в боксе должен быть всегда хороший спарринг-партнер, чтобы был качественный боксер. Но, к сожалению, сегодня ничего этого нету, поэтому можно не особо утруддаться и так далее. Поэтому вот, я считаю, что это возможно в версию покушения на убийство Шаманова. Я не исключал бы, если был бы следователем, расследовал бы, забирал бы, данные бы узнавал о водителе и так далее. Сколько бы я прожил после этого, и куда-то меня в какую очередь вную психушку поместили, ну, это уже, так сказать, не мне гадать. Ну, Кейн и писал, делал свое дело, и будь что будет. Я делал свое дело. Моя задача расследовать. Даже в системе ФСБ. Есть законодательство, я есть, так сказать, и так далее. Я должен расследовать. Мое дело, какая, кто это сделал, и так далее. Вы виноваты, я предъявил обвинение, правил дело с совместительным заключением в суд, а там уже разбирайтесь. Как вы будете, вы, не вы, не вы, меня эти игры не интересуют. Моя задача, установление истины. И пошли вы все на фуй. Фуй, дорога, идущая к веру по Китайски. Всего доброго. Бессон, Василий Борисович.